О, мой Бог! Он пытался брызгать водой на птицу, пытаясь отогнать, но стойкому гусю это явно не понравилось, и он бросился на неравного соперника. И снова гусь, на этот раз сокол против гуся. Набрав высоту, сокол пикировал с огромной скоростью на свою жертву, буквально сбивая ее в полете, после чего та упала на землю. Стратегия сокола заключается в том, чтобы вымотать гуся, и тот больше не смог взлететь, после чего можно спокойно с ним разделаться на земле. Смотрим следующий ролик. Скорпионовый хомячок против скалопендры. Кажется, что хомяк стал жертвой скалопендры, но на самом деле все наоборот. Этот маленький пушистый хищник охотится на скорпионов, способен сразиться со скалопендрой и даже с тарантулом. Питон против Каймана Питон точно был очень голоден, что решил напасть на Каймана. Битва завязалась прямо в воде, змея пыталась обернуться вокруг пасти крокодила, но сама угодила в зубы. В итоге Кайман сильно потрепал змею и отпустил, после чего та спокойно уплыла. Танкоклювая Кайра против Краба Интересное и необычное противостояние. Птицы сидели спокойно гнездились. Наглый Краб решил повеселиться и проверить силы и нервы птичек. Хоть панцирь и спасал Краба, но острые клювы птиц, видимо, повредили одну из крюшней. И Краб сам решил избавиться от нее. Эти быки являются одними из самых крупных в мире. В России породу еще называют сорлык или тибетский бык. Быки, достигающие двух метров в холке и тонны в весе, показывают сумасшедшую силу, подбрасывая друг друга на рогах. Змея поймала для себя легкий перекус в виде маленьких зайчат. Вовремя подоспевшая мать успела спасти только одного. Материнский инстинкт и ярость помогли ей напасть на серьезного и опасного соперника. Зайчиха бросилась на змею, кусая и нанося удары задними лапами, пытаясь прогнать подальше от своей норы. А мы идем дальше. Питон против дикой кошки. Кот заметил змею, но не стал убегать и ползучи атаковал кошку. Обвиваясь вокруг, питон начал душить свою жертву. Но в последний момент пушистому спасли жизнь. Осьминог против краба. Осьминоги очень умные и изобретательные морские существа, способные выслеживать и нападать в самый неожиданный момент. Вот один из подобных моментов. Краб сидел на камнях, как вдруг монстр с щупальцами вынырнул, схватив свою жертву мертвой хваткой. Смотрим следующие кадры. Собаки против ящерицы Тегу. Ящерица довольно крупная и мелких собачек точно не боится. Даже количественное преимущество не помогает им. А вот ящер наоборот смело и мощно атакует. Причем настолько быстро и стремительно, что ловкие собаки не всегда могут увернуться. Похожая ситуация. Только этой ящерице досталось сильней. Собаки были более смелее и одна из них схватила рептилию за длинный хвост и начала крутить вокруг себя. А на этом все, друзья. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, отправляйте своим друзьям и подписывайтесь на канал. А колокольчик поможет получать уведомления о новых выпусках. Ниже в описании оставлю ссылки на предыдущие видео. А я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok